Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 23 года, рост 170 сантиметров ровно, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд. Два поражения при двух поединках. Его стиль ММА, представляющий город Ставрополь, Россия. Степан Панфилов. А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 19 лет, рост 170 сантиметров, вес 65,8 килограмма. Это его профессиональный дебют. Его стиль ММА, представляющий город Грозный, Чеченская республика. Ибрагим Абдулмежидов. Ибрагим Абдулмежидов против Степана Панфилова. Ну, собственно, при упоминании фамилии Панфилов, конечно, вспоминается сразу подвиг панфиловцев. Но и не только. Есть более оригинальные воспоминания. Например, известный рок-музыкант Костя Кинчев имеет в своем паспорте фамилию Панфилов. И, кстати, болгарские корни, если я не ошибаюсь. У меня одноклассник был Александр Панфилов, когда мы еще в Волгоградской области жили и учился я там. Ему привет, кстати, если он вдруг нас смотрит. Да, ну а вот сегодня честь фамилии будет защищать именно этот спортсмен Степан Панфилов в бой номер 7 нашего сегодняшнего замечательного турнира. Исей Янг Иглс под номером 34. В две ноги пытается перестроить свой проход Абдулмежидов. Да, и переходит сейчас на корпус. Пока держится Панфилов, не позволяет себя уронить. Ну, было близко достаточно, потому что захват хороший. Пока спортсмены свежие, всего минута прошла. Хороший удар. Да, и даже получается развернуть. Правда, с таким захватом все равно пока еще не очень опасно. Панфилов за светку хватается пару раз. Ну, так было. Не сильно акцентировано. В пределах, как бы, да. Разумного, да. Продолжается у нас борьба за инициативу. Потому что здесь уже идет захват. Ой, здорово как. Абдулмежидов бросает соперника и тут же занимает позицию бокового контроля. Да, прямо здесь у нас на комментаторской позиции. Что отсюда можно придумать? Ну, удушающий в первую очередь. Так, ничего себе, свип. Свип, очень хороший свип получился. Неожиданный, кстати. И продолжается у нас активный клинч в борьбе за инициативу. Да, при том, что, казалось бы, клинч не располагает тому, чтобы была какая-то динамика. Здесь мы ее вполне себе видим. Идут атакующие действия, борцовские. Есть удары, вот такое вот скручивание. Не знаю, считать ли это как-то их даун или нет. В общем, без фиксации, ну, наверное, нет. Впрочем, кстати, вот дискуссионный вопрос. Интересно, как это судьи оценивают. Наверное, там считается по тому, какое касание... Сколько... Коснулся ли там руками, сколько точек на полу и так далее. Ну, это догадки. Сейчас мы видим, что, в общем-то, основное тело поединка состоит именно в том, что стоят спортсмены в кресте. И здесь попадание в пах. Да, попадание. Ну, непреднамеренно, понятно. В общем, я, честно говоря, по-моему, вообще ни разу в жизни не видел, чтобы преднамеренно кто-то бил в пах. Нет, я верю, что это возможно. Вот, ну, по крайней мере, мне за мои... Чуть больше 25 лет везеноборту я такого не встречал. Другие гадости встречал. Много, обильно. А вот конкретно такого не было. Ну, или я просто что-то не знал. В принципе, возобновляется поединок. Все нормально. Ничего сверхсерьезного с Панфиловым не произошло. Да, да, может он продолжать поединок. Чем, собственно, сейчас тоже и пользуется. Ой-ой-ой-ой-ой. На удивление жесткие попадания. Вынужден идти сразу же в проход до Абдул-Межидов. И удушающий прием. Удушающего приема очень плотный захват. Непонятно, почему именно в эту сторону скручивается на удушающий. И насколько у него там плотный захват, тоже пока непонятно. Но, очевидно, не так сильно пробит его оппонент, чтобы прям вот легко сдаваться. Да, и уже этот... Ух ты, и контрприем. Контрприем сейчас делает. Асвали, да, контрприем возможен. Я только не понимаю, что там за контрприем сейчас у него. Честно, мне все пока непонятно. С этого ракурса не видно. Да, и... А нет, ну это позиционная, по-моему, пока просто работа со стороны Абдул-Меджидова. Но это тоже контрприем, за счет которого улучшает свою позицию. Да, да, да. Ну просто не болевой. Там изначально показалось, что он что-то вроде болевого на ногу брал. А вот сейчас удастся забрать спину, нет, не позволяет этого сделать Панфилов. И очень интересная борьба, да, с большим количеством смейных позиций. Ну, в гильотину снизу, в гильотину с захватом руки я, конечно, не верю. Ну и будем посмотреть. Очень динамичная борьба получилась. Постоянно атакующая сторона менялась. В итоге чуть более опытным в борьбе оказался Ибрагим Абдул-Меджидов. Что сможет сделать снизу Степан Панфилов? Давайте смотреть. Ну, пока, по крайней мере, получается хорошо блокировать. И пытается такое ощущение набросить треугольник. Но тяжело будет, наверное, из-за этой позиции. Потому что там рукой одну ногу контролирует. Обе, в принципе, ноги. Своими руками и предплечьями контролирует Абдул-Меджидов. А вот здесь что будет? Здесь просто, я так думаю, дотягивает до конца. До конца раунда. Оба спортсмена. В первую очередь это касается Панфилова. Ну, в принципе, это чего? Он заблокировал. Он заблокировал. Ну, вот сейчас какая-то попытка была. Заблокировал действие. Ничего сверху соперник сделать не может. Судьи особенно такой контроль не считают. Он снизу, видите, подкручивается вроде как на рычаг. Кстати, довольно интересно он это делает. Ну, и немножко теряет дыхание. Небольшой взрыв в конце уже Абдул-Меджидова. Так, завершен. Интересный, по-стоящему, да, первый раунд. Давайте смотреть лучшие моменты. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, что стало понятно по первому раунду. Бойцы точно друг друга стоят. Непроходной бой. Ни для кого из них. Некоторые вроде как преимущества в борьбе есть в Ибрагима Абдул-Меджидова, Степан же Панфилов. Ну, есть ощущение, что не очень хороший тоннаж ударов. И при этом он сам пошел сейчас в борьбу. Да, и занял позицию. Занял позицию, попал, правда, в гильотину. Не видно пока, насколько опасно. Не опасно. А вот сейчас. А вот сейчас вид. А вот сейчас может быть. И Север-Юг со стороны Абдул-Меджидова. Нет, не стал Север-Юг делать. Или стал, не стал. Не стал. Питер пошел боковой контроль. Здесь можно, да, к Алиным по корпусу. И Север-Юг, чтобы сделать, нужно быть либо с Джефом Монсоном. Либо с Джефом Артемом. Да, либо с Джефом Артемом Резником, которого из раза вратко он проходит. Все знают, что он его делает, а он у него проходит. Ну вот здоровый, здоровый. У него плечи соответствующие есть. Бицепс, техника умеет он делать. Я вот умею делать только неправильный Север-Юг. А посмотрите, как все здорово, да? Ногой, колено контролирует голову соперника. Еще тогда он даже добавляет. Ну, теоретически это для того, чтобы атаковать руку. В стиле вот предпоследнего боя Ислам Макачева. Нет, предпоследнего. Ну да, Север-Юг просто такая история. Часто там делаешь болевой, а не удушающий. То есть воздействие на позвоночный столб. Но судья этого не видит. Все равно думает, что это удушающий. Мог сейчас, кажется, Степан Панфилов встать. Но почему-то не стал совсем уж все силы вкладывать в эту попытку. Но, кстати, может быть, он сейчас готовит рычаг локтя. Подворачивается он очень неплохо. Но другой момент, что читаются. Читаются все-таки эти попытки. И дыхание у него сбивает сейчас намного больше, нежели у его оппонента. Идрагима Абдул-Межидова. Неплохо. Еще добавляет Абдул-Межидов. Ну, у него есть возможность дышать. Понимаете, у него есть возможность дышать. Он может подышать-подышать, ударить-ударить. Вот, это, конечно, большое преимущество. У Степана же сейчас в силу утраченной позиции. Конечно, ситуация с дыханием должна быть намного хуже. Ну-ну-ну-ну. Опять было интересно. Два раза было интересно. Амаплата. Ну, здорово как. Так. Здорово защищался Абдул-Межидов. Вот интересно, сейчас зайдет за спину, не зайдет Абдул-Межидов. Ага, ждал, видимо. Ну, а как там не ждать? Панфилов. И вот здесь опасная ситуация. Можно действительно попробовать треугольник закинуть. Но все-таки нам оплату почему-то. Я не понимаю, почему так рассчитывает Панфилов. Ну, вот, кстати, за счет нее чуть было-не было. А вот сейчас на гильотину. Ну, да, там одними руками. Вот обратный рычаг, попытка. Ну, вот. Не да-не да. А вот. Разнообразные попытки, но не одна измер. Да, там. Ну, старший. У старший. У старший уже Степан. Это видно. Был бы он свежий, может быть, что-то из этого бы и получилось. Но, кстати, очень интересно, что он эти попытки делает. Значит, он знает эти приемы. Значит, владеет так или иначе. Это здорово. Так, здорово. Опять готовит рычаг. Ну, судя по всему, одна из коронок у него. Да и близко. В общем-то, делает-то все он здорово. Просто медленно. И оппонент понимает, что он делает. Так-то, в общем, все он хорошо делает. Например, на этом рычаге снизу кучу ошибок совершают с нижней ногой спортсмены. Он их не совершает. Но все равно скорость не хватает. А вот и треугольник. Опять треугольник не получается. Опять переход на моплату. Ну, нет. А вот здесь что? Нет. Все-таки нет. Нет, нет, нет. Не хватает бензина. Прочитал. Прочитал Абрагим Абдулмежидов. А что с этим перчатком не так, а? Ну, видимо, просто стянулись немножко. Ну, хотя здесь много борьбы. Да, закономерно. Постоянно высовывать эти руки, да, из-под плеча соперника или из-под соперника. 20 секунд до конца второго раунда. Очень такой изматывающий бойцов поединок. Но, вы знаете, интересный. Интересный. Приятно смотреть. И конкурентный бой получается. Я так думаю, что некоторые преимущества есть у Ибрагима Абдулмежидова. А здесь что нет? Здесь ничего не будет. Местами опасные попытки со стороны Степана Панфилова. Давайте смотреть лучшие моменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, последний шанс что-то изменить в этом поединке у спортсменов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, чуть больше это актуально для Степана Панфилова, который хорошо себя показывает, но при этом не может пока реализовать свои сильные стороны, которые, безусловно, есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классически. Чуть больше интриги хотелось в начале этого третьего раунда. Потому что вообще-то Степан видно, что молодец. У него есть хороший тоннаж ударов. Он очень неплохо ориентируется в партере. Именно с точки зрения проведения приемов. Но при этом, ну вот, не хватает. Ну, очень хорошо, да, защищается Абдул Межидов, мы видим, от этих самых приемов. И у него классный контроль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, переводы. Он постоянно доминирующую позицию занимает. Да, бывают попытки к это приемов. Но все-таки больше Абдул Межидов именно доминирует и больше контролирует, и больше бьет. Соответственно, это плюс для него, конечно же. Соглашусь, Ваня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот идет борьба за позицию. Так, здорово. И вот здесь хороший захват, кстати. Да, есть плотный захват. Не очень уверенно рука на своем бицепсе стоит у Абдул Межидова. То есть поглубже бы ее просунуть. Да, вот поэтому, видите, сейчас сбрасывает. Ну, интересно. Вот снова интрига относительно позиционного доминирования. Сейчас прихватить ногу и зайти за спину, в принципе, все возможно. Очень терпеливый боец Панфилов. Соглашусь с вами, но вот достаточно ли этого для победы, обычно нет. Да, одного терпения недостаточно, конечно. Нужно еще и подкреплять это навыками спортивными. Есть навыки, безусловно, есть. Но вот подустал. Переигрывает Абдул Межидов, потому что, наверное, ключевое получилось у него сбить дыхание. Сбить дыхание у своего оппонента. Если ты находишься в доминирующем положении, то ты будешь дышать лучше. И вот здесь на 15 минутах это прям очевидно. Ну, при тихзал, примерно всем все понятно. В общем-то, нам тоже хочется, хочется, конечно, увидеть какую-то необычную совершенно драматургию. И периодически нас спортсмены очень радовали и удивляли. Но не в каждом бою летят искры. Да, в некотором, посмотрев на ногу Адама Ахматова, летит кровь. Закапали вас несколько поединков назад. У нас был очень кровавый поединок. Досталось и нашему пульту, и нашим записям. И, собственно, Адаму. Да, новые штаны за Пашкой. Уже не новые. Официально переводим их в этот рамп. Хороший такой вроде как зацеп, наверное, можно так назвать. Хотя, конечно, это комбинированный зацеп вместе с захватом корпуса. Пытается сесть маунт сейчас. Адаму Межидов не получается. Встает Степан. Да, и там стоят храмы. Так, есть попытка полевого на ногу. Здорово. Попытка очень интересная. Неправильно сейчас чуть-чуть ногу растягивал. Но в остальном вот был бы посвежее и очень опасно было бы. Попытка классная. Да, видно, что действительно такие креативные, классные задумки есть. Реализовать не хватает. Сил. В первую очередь, да, сил не хватает. Уже не хватает сил. Ну, очень изматывающий поединок. И это, конечно же, заслуга Адаму Межидова, что ему сил не хватает все-таки. Соглашусь. Он у него их отнимает. Да. И все-таки вот это пример того, как отдавая небольшое преимущество, мы потихонечку через накопительный эффект начинаем всерьез как бы терять на большой дистанции. 40 секунд на проведение вот этого приема. В первую очередь, конечно, это рычаг колена. Но там это можно скомбинировать с футлоком, со скучиванием пятки. Главное закатиться. Чуть-чуть неправильно закатывается, потому что тазом надо выбивать бойца вверх. Вот сейчас пробует Кимуру проводить. 15 секунд на это. Вряд ли успеет. Не самая удобная для этого позиция. Вот Кимура свит попробовать, наверное. Уже не успеет. Ух, хороший удар. Так, и подключивается на рычаг. И вот здорово, видите, Кимура переходил на рычаг. Умеет, знает. Но вот в этом бою не получилось реализовать. Хороший бой с точки зрения того, что конкурентные спортсмены друг другу стоят. Здорово. Смотреть было интересно. Смотреть было интересно. Дорогие друзья, уважаемые гости, по окончанию трех раундов единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла. Ибрагим Абдулмэжидан. Ну что ж, поздравляем его. И парадокс.